да там этот длинная история привезли не смогли настроить потом отправили эти платы в китай они короче якобы потерялись по дороге в почте хорошо потерялись потом мы опять оплатили за эти платы 900 долларов и все с концами якобы говорят что отправили но уже прошло где-то почти полгода но их нет такая история и да и осталось железо без мозгов в чем инцидент то есть вы не смогли запустить и не сказали что до плохие платы возвращайте брали с алиэкспресс брали али баба на али бабе есть там такая функция как бы страховка с ней надо разобраться но смысл в том что кто заходит из продавцов на али бабу китайские все они платят страховку там какую-то такую большую сумму для того чтобы быть чисто плотным продавцом попытайтесь погуглить там в интернете поискать ну как бы подать типа как рекламацию на них то есть у них должен быть трек номер почтовый и посылка если потерялась значит как бы по их вине значит она должна быть застрахована соответственно восстановить вот то что вы говорите там чисто кидалово то есть как бы такие фирмы однодневки грубо говоря вот ну али баба там страхуют чтобы не было таких кидалов страхуют поэтому надо разобраться и подать как бы типа такую из заявку да я это уже все как бы испробовал они сделали все грамотно то есть когда посылку отправлял то отправлял через касс почту то есть здесь наша под почта на государственная они говорят что все доставлено но китайцы говорят что не получали и все это все касс почта свою работу как бы сделал все они больше ничего не могут сделать но китайцы говорят что не получили потом второй раз когда оплатил оплачивали уже заплату деньгами то есть мы оплатили не через али баба да на личный счет компании на личный счет банковский счет компании потому что так попросили эти поставщики али баба уже все это слетает как со страховки если на личный счет компании то есть они ничем не могут помочь уже и все вариантов нету больше как на них влиять реально если тебя ездят ну как бы другой доход или какие-то другие ресурсы мне кажется проще блин да жалко говорить так больно ридного закинуть полностью ты сейчас будешь еще год потеряешь повода на поиски кота компромисса плат состыковки ну ты что-то что-то скажем какой-то цели достигнешь но результат будет скажем лучшем случае в ноль в ноль лучшим а так просто будет опыт еще еще потеряешь время скажет будешь плеваться и там вообще вспоминать не хочу скажешь поэтому я на своем пути говорю что китайцы ребята ушла и тут только вкладывать вкладывать если ты там цель была настроить бизнес и продавать как россияне до продают тип типа сборка российская комплектующие китайские там ни хера они покупают клей свои лейбы и продают это же не шифруется не москвичи звонят плются ряд продали типа ну россияне продали принтер и не работает они к ним обращаются отец шифруются типа ой да мы сейчас болеем да мы там туда уехали сюда вот ну ты представь а шо говорить про китайцев там полная задница понимаешь это это получается у тебя такой очень горький горький опыт ну я тебе так скажу я свое время закупал в китае ездил на завод огромную линию по производству экструдированного пенопласта 400 тысяч долларов и ну представь да там твои 6 плюс там еще штука долларов и мы 400 вот это то же самое мы там поработали год помучались в минусам и все продали на металлолом ну как бы тоже типа типа дешевая линия была понимаешь ну еще раз повторюсь ну бодаться так китайцы устроены поэтому они выживают и и лучшее понимаешь кого кидает кому продают где линии за которыми сидят европейцы в китае там как бы apple и шмеплы все работает на ура по ней все красиво и все правильно ну или покупать заново принтер у проверенного поставщика вот или просто похоронить забыть и идти дальше вот так вот ну если понимаешь как бы с платами давай так разберемся с платами тебе нужно разобраться их тоже есть ну скажем так их много есть под каждую плату есть свое программное обеспечение то есть тебе нужно будет понять какую по какие платы покупать принципе на ютюбе даже есть я видел обзоры плат для юви принтера ну если заморочиться можно хотя бы на ютюбе поискать может созвониться с ребятами до проконсультироваться ну ты купил платы дальше их нужно правильно связать правильно настроить и правильно драйвера прописать ну принципе грубо говоря ты покупаешь компьютер когда все знаешь принципе все легко по по рекламе много есть инженеров которые обслуживают стандартные широкоформатные принтеры не знаю как у вас в стране что многие из казахстана пишут и говорят что да у нас в ф принтеров нету типа это диковинка вот если ну может это люди которые не разобрались или плохо искали но мне кажется в столице юви принтера должны быть потому что это столица это развитие это реклама должны быть если ты найдешь инженера они тоже бывают разные инженеры бывают такие знаешь на автомате только знают как бы две платы менять проводочки и все научили когда-то а есть ребята любознательные и постоянно развивающиеся и вот если ты таких найдешь они с удовольствием тебе помогут понятно за какие-то деньги вот ну ты готов все равно должен быть ну тратится дата на их сервис но ну скажем так вот где 900 долларов платы плюс будет еще там ну может быть не знаю это очень грубо говоря там 500 долларов все эти движения там с настройкой вот но в итоге тебя будет принтер вот и в итоге ты будешь ну как бы с большим опытом я тебе так скажу так собаку съешь будешь разбираться ну стоит ли оно того не стоит я не знаю мы мы с тобой это как бы сильно не общались там консультации не было какие твои планы какое твое видение с этим принтера прошу очень очень важно понимать ну через сколько ты бью отобьешь его вот ну прикидывай что сейчас это прошел такой путь вложился еще раз принтер а потом а как ты клиента выщешь понимаешь потом тебя вторая задача будет это купляха муха типа я как как отбить блин через пять лет ну то есть у тебя должен быть реально живой жирный трафик куча запросов ну вот это я вкратце рассказал ты мне дай пожалуйста обратную связь поэтому вопрос такой если вы хотите все-таки заниматься вот тогда покупайте более дорогой принтер мы можем посоветовать какой принтер да что не кидает из производителей ну вот как я вкратце вкратце вот так если если вам не сложно напишите пожалуйста что за фирма ну где вы покупали да ну как бы может ссылочку дайте пожалуйста ну и и стоимость интересно давайте давайте пообщаемся и а и 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